Девушки отдыхают Я очень люблю жизнь. Я обращаю внимание на все знаки своей судьбы. Поэтому сегодня я здесь. Со мной мои друзья Вячеслав и Алла. Елена, 23 года. Разочаровалась в браке сразу после свадьбы. Супруг стал третировать Лену и даже обвинил в шизофрении. Через 10 месяцев, не выдержав издевательств мужа, сбежала от него. Елена – стилист, визажист, художник. Называет себя уютной женщиной. Признается, что у нее всегда хорошее настроение, а ее мужчина всегда будет сыт и одет с иголочки. Предупреждает, что очень эмоционально. Смеется даже во сне. Елена не потерпит рядом с собой мужчину, который будет повышать на нее голос. Отдаст свое сердце состоятельному кавалеру, который позволит ей заниматься творчеством в свое удовольствие. Ну, правда, такая хрупкая, такая вся милая. Это значит уютная. Или уютная? Это что-то другое в вашем представлении? Нет, я уютная, действительно. Ну, кроме того, что вы такая компактненькая, что еще? Я очень люблю вести хозяйство. Ну, кстати, на самом деле для меня это не главный критерий, как сам понимаешь. Я воспитана достаточно в старых рамках, и я люблю готовить, люблю создавать уют вокруг себя. А у вас что-то такая, при лестнице? Я из Нижнего Новгорода. А почему такой замечательный, такой искренний, такой красивый так не везло с мужчинами? Вы из полной семьи? Да. А взаимоотношения мама-папа? Все хорошо. У меня такая мама, она очень активная, и она пытается следить за всеми членами моей семьи 24 часа в сутки. Вот, поэтому, детка, и вы. Да. Нужно что-то все менять. Потому что так и будете вечной мамочкой для всех. Я знаю, я не хочу быть мамой. Расскажите про первого мужа, про своего. Встретились мы случайно. Он обратил на меня внимание, сразу познакомился, на следующий день мы с ним встретились, и, можно сказать, больше не расставались до определенного времени. В смысле, как не расставались? То есть, прям сразу ночевать пошли к нему? Нет, мы встретились, сходили на свидание, и потом он стал мне говорить, что мы с тобой поженимся, родим сына, у нас все будет хорошо, переезжай сразу ко мне. Я говорю, ну а что же такая спешка, почему же так скоро все? На что он мне ответил, что если не так, то по-другому, я буду гулять. А гулять я не хочу, я уже нагулялся. Да, и вот для него это было весомым агентом, и я это приняла. И мы стали съехались, мы стали жить вместе. Через два месяца мы сыграли свадьбу в Индии, и через три месяца мы сыграли свадьбу в России. Но все законно расписались? Да, законно расписались, все было хорошо. Ребеночек родился? Ребеночек не родился, нет. Рановато, рановато для ребеночка. А когда он вдруг в тиранта превратился? Вот как раз-таки после свадьбы. Например, я жду его с работы, приготовила вкусный ужин, все как он любит. Но зелень я положила в тарелки так, как, ну, положила бы любая обычная женщина. То есть грязную, немытую или мокрую? Нет, я ее все-таки помыла. Но она была мокрая? Она была, она уже высохла к его приходу. И так? Ну, она просто лежала, обычно лежала. Некрасиво разложена по тарелке, обычно лежала. И он приходит, видит красивый ужин, украшен там зеленью, помидорами, там, ну, вот, всем, чем только можно. И видит на другой тарелке некрасиво разложенная зелень. И он начинает истерить, там, зовет меня с верхнего этажа, говорит, смотри, иди сюда. Ну, да, там, что там. Поподробнее. С какого этажа? Ну, то есть вы жили... Мы жили, да, мы жили в двухъярусной квартире в центре города. И что у него не было женщины специально обученной, как подавать зелень? То есть на квартиру накопил, а... А, значит, в домработнице есть уже бесплатная. Ну, вы знаете, мы... Мне хотелось делать для него все своими руками. И поэтому вы сказали, не нужно никакой кухарки, я буду сама. А самой было сколько лет? Мало. Сколько? 14. Ну, чуть-чуть побольше. Мне было 19. А ему? 47. Нет, ему было 30. Да. Ничего себе. То есть разница-то приличная. И вот эта старча, которая уже нагулялась, стала приставать к этому... Может, другого чего хотел. А вы знаете, если бы он пришел, стол, скатерть какая-нибудь фантастическая красного цвета, лежите вы на гае, и у вас укроп во рту, в руках по пучку зелени петрушечки. Ларисе надо в КВН. Почаще появляться в жюри, да? Вот, ну, к сожалению, оказался такой человек, что он сам не знает, чего он хочет по сей день. Ой, нет, наша сила, когда нас мужчина хочет. Не хочет, все, беда, беда, беда. Ну, вот я тоже так решила, поэтому я... Слилась через сквозь дальше. Ну, через 10 месяцев, но для меня месяц был как 2 года вперед. Ленусь, честно, вот теперь уже не 19 лет, теперь уже девушка пожилая, 23 года. Анализируя прошлое, в чем была ваша проблема? Как вы считаете? Я очень уступчивая. В принципе, в отношениях я очень уступчивая. И для меня легче согласиться с мужчиной, чем... Ну, вот как мог прийти мужчина, который в вас влюблен, вы недавно женились, ему делать больше нечего, как залезать под рояль и искать там пыль? Он что, вот сумасшедший, или... Ну, он говорил, что у меня очень много свободного времени, что я могу... А вы не работали, да? Нет, я... На тот момент я училась, и я... Ну, я училась очень хорошо, для меня было важным сдать экзамены на 4-5... А вы какой у этого институт закончили? Нижегородский государственный педагогический институт. То есть все остальное время вы должны были как Золушка, фасоль перебрать, да? Да. Чтобы у вас не было много свободного времени, чтобы вы не занимались глупостями. А что, я считаю, правильно? А что еще делать-то есть? А как он мог, как он посмел паршивиться, обвинить вас в том, что вы больны на голову? Если вы замученная, сидели уже от усталости, скрестив руки так на колени, смотрели в одну точку, просто отдыхая, он говорил... А ну-ка сюда, смотри, в глаза, потому что я начал тебя в цикушку сдать. А чем-то она так упахалась-то, я не пойму, не так. Два этажа, извини. Да, два этажа. А петрушечку промыть? Ага. Роза, ну я училась, понимаете, я оставала в 7.30. А зачем ты, дорогая моя, два месяца только знала мужчину, два месяца? Ну, дарь ее подойдите. И пошла эта, ты знаешь, что ее ударить, она сама себя наказала уже. Ну, вот такой был мужчина. А к олигарху вот так вот вы все ходите замуж за олигархом быть? Я не хотела быть замуж за олигарха. Ой-ой-ой-ой. Так получилось. Не умела, не умела, и раз, через два месяца начала все делать, конечно, ей было тяжело. Хорошо, развелись без детей, супер, все здорово, слава богу. Или что-нибудь попилить-то? Вот что ж такие страдания, вот как Лариса-то рассказывает. В смысле попилить? Ну, за 10 месяцев, ну и что успели нажить-то? Ой, ну, если честно, я ни с чем не ушла. Я оставила там машину, я оставила там все, и я просто сбежала, чтобы он меня только не трогал. Ну, он мне дарил машину, я оставила там и сбежала. Видишь, для нее тоже не самая важная финансовая, потому что она оставила ему все вот эти вот материальные ценности, которые он подарил, и ушла от нее. Вы присутствовали вот при этих страстях? Я подключился к Елене Владимировне после того, когда она уже развелась, и когда она уже оказалась в Москве. А что у вас такого красивого блонтина-то вот связывает с Леночкой? Лена записывает свой дебютный альбом сольный. А она еще и поет? И очень хорошо. И Вячеслав, он как продюсер, помогает виштые песни. Да, я как автор и как продюсер вот с Леной работаю сейчас в этом направлении. Так спойте тогда нам куплетик другой. Мы мгерой де амореси, ну эстас, мы мгерой, но пэуээсперар, насосит уперер деки, хунтрами, синтраморно пэусеир. И про что? Спасибо. Ну какая тебе разница? Про программу «Давай поженимся», пусть она живет и процветает. А Розе – жениха, а Ларочке – здоровье, а Василисе – новых детей. Вы мне жениха, что-то просто обещаете. А вот вы стилист, визажист, художник. А что рисуете? Еще сейчас вот певица уже. Что рисуете? Я пишу картины, пишу в стиле символизма, в стиле импрессионизма пишу. Замоете что-то вот просто сидеть и... Да, я так что-то бумажку. А вот компрессионизм ручкой вы себе представляете. Лариса, я пишу... Не этой же ручкой. Не моей. Просто не обязательно что-то из вас... Вот любые формы... А у нас человек, который знает и разбирается во всех символах, вы просто ей дадите, чтобы она это расшифровала. Вообще я пишу маслом, но сейчас, в скором времени, я для себя буду открывать другие направления. Она достойная девушка, она красивая. Она, видно, она умна. Она, как она говорит, что она и хозяйственная, да, то есть, соответственно, это... В любом случае, в совокупности это идеал. А детей когда хотите? Детей очень хочу тогда, когда встретится действительно мой мужчина. Такой же встретился после мужа. Второй же, у вас был еще один роман. Там тоже было все как-то... Это было... Нет, это был не совсем тот роман, от которого бы я хотела иметь детей. А расскажите. Когда я еще жила в Нижнем, я познакомилась по интернету с человеком из другой страны. И мы с ним просто общались ненавязчиво. Как дела? Привет там, как ты, что ты? Какая страна-то? Не Италия, случайно? Нет, не Италия. Испания, поеду же на испанском. Латинская Америка. Ну, колитесь. Араб. Казахстан. Мы с ним встретились, когда первый раз. Он посмотрел на меня, я посмотрела на него. Это была любовь с первого взгляда. И так завязались наши отношения. Мы встречались с ним в разных странах. Он прилетал ко мне в Москву, я прилетала к нему. Который раз уже убеждали, что любовь с первого взгляда, она обманчива. Страсть. Когда уже настала ступень следующих отношений, то... Типа поход в ЗАГС. Да, то мы уже поняли, что как бы и я не готова в Казахстан переезжать. Ну, потому что не мое это. И он не готов оставлять свой бизнес, свою работу, чтобы переехать в Москву. Ну, то есть только это была причина. Да. Вот, ну, опять же, как у нормально состоявшегося бизнесмена, бизнес на первом месте. Фанатик. Да, жена или девушка опускается на второй план. Вот вы считаете, что к вам прилипает совершенно не то, о чем мечталась бы, да? Вы для своих мужчин либо мамочка, либо... Жертва. Либо жертва. А нравится быть в состоянии мамочки и жертвы? Честно? Честно, не нравится мне быть в состоянии мамочки и в состоянии жертвы. Хочу себе... Ленусь, ну смотрите, ведь все в наших руках. Да. Не нравится, не будем. У вас все хорошо. Почему не позволяете себе, чтобы вас мужчина уважал? Ценим. Почему вам нужно так скоро замуж, например? В 23 года уже один развод, и второй брак чуть не случился. Куда вы спешите? Вам жить негде? Есть. Тогда куда вы спешите? Ну вот, наверное, мне... Я ошибаюсь просто. Посмотрите, вы хотите делать певческую карьеру. А контракт? И в это время, в то же самое время, вы хотите выйти замуж. Вы понимаете, что это вещи несовместные? Нет, если бы вы уже были, например, там, Катей Лель, то вы сами будете выбирать себе мужчину в таком-то, да, состоянии, с именем. А когда вы только собираетесь, это уже проблематично. Вот я бы хотела все-таки для женихов, которые уже с минуты на минуту к нам придут, за вас бороться, определить вашу роль в семье, если таково случится. Можете оставить эту затею с шоу-бизнесом? А сказать, нет, для меня все-таки дороже. Я шла на жертву всегда во всех своих отношениях, и в итоге я получала разбитое сердце, и нет, не готова. Да и правильно. Знаете, семья – это здорово в определенное время. Нельзя, потому что есть вещи, о которых вы можете жалеть потом всю жизнь, испортить таким образом и себе жизнь, и тем, кто рядом. А в каком качестве сейчас мужчина получит ее? Поклонника, который будет с радостью на концертах выслушивать одну-две фразы со сцены в свой адрес? Нет, это должен быть очень занятой мужчина или молодой человек. Очень занятой. И финансово тоже? Да, если понравится, почему нет? Очень занятой мужчина. Я хочу от тебя сына. Я хочу себе партнера. Партнера. Понятно. Ребят, давайте так, уже знакомиться с женихами. Вячеслав и Алла, я понимаю, что вы хотите, да? Вам нужна Елена всегда в добром здравии. Вам нужно железное здоровье, железобетонное. Потому что если сорвутся одни гастроли, вы можете себе представить, что это будет, да? Поэтому я хочу вас выслушать. Кого вы хотите видеть рядом с Еленой? Ну, мужчина должен понимать, что Лена – это украшение. Украшение, да, за все, к сожалению, как бы цинично это ни звучало, но в этой жизни приходится платить. Спасибо. Я могу сказать, что вот то, что она не готова оставить карьеру, это немножко не так. Потому что Лена растворяется в отношениях полностью. Это же не есть хорошо. Алексей. Ну, это же не она говорил. Она что-то пришла с своими друзьями. Тут, знаешь, есть такая поговорка «посмотри на друзей». А парень, если он будет ваш, если вы его, он будет рядом, и терпение наберется, и будет ждать, понимаете? А если вы поймете, что есть кто-то лучше, я вам этого желаю. Если вы поймете, что вы миллиард семьсот девяносто восьмая девочка-припевочка на сцене, уходите. Правда. Потому что на свете огромное количество других профессий, где вы сможете себя проявить, ладно? Василиса, что это? Ну, рисунок меня испугал, если не сказать, разочаровал. Страшно вы боитесь нашей программы. И он отражает какой-то внутренний затаённый страх. То ли замуж вы действительно не хотите, то ли мы вас напугали. Многие говорят, что мы три ведьма, которые здесь сидят. Вот я хочу сейчас этот страх порвать. Да ладно, ну она же старалась, зачем, зачем, зачем? Вам нужен мужчина, достаточно простой, но при этом сердечный и любящий. Он не должен быть красавцем, он не должен быть вычурным вот таким, как ваш продюсер. Он должен быть прям реально из простых парней. Но при этом вам всегда будет вести на небедных мужчин, никогда не будет рядом нищих. Вот почему, вот что мне такого, чего не было? В гороскопе у неё украли. Вся боль берегатная была рядом с нами, причём я всех содержала всегда. Всем совала деньги в такси. Пацану мы говорили, вот это не обижайся, я всё равно больше зарабатываю чем ты. Прости, не обижайся, возьми, 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 часы на. Лариса, задай этот вопрос своей маме. Когда родился, тогда и такой и городской. Такая натальная карта. Лариса, ну не ли Бога, послушай, ну сейчас-то всё прям как оно. В общем, одним словом, финансово у вашего мужчины всё всегда будет складываться. Пускай он будет простоват, главное, чтобы он был, ещё раз скажу, сердечный, главное, чтобы он вас слушал, идите за чувством. Вы та женщина, которой можно довериться эмоциям. Любите, но не всех подряд. Вы не очень избирательны в чувствах, поэтому давайте всё-таки дарить их адресно. Ну что-то у всех уже настроение, да? Волнительное уже, ближе к выходу. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Елена. Встречайте первого жениха. Удачи. Спасибо. Елена, здравствуйте. Привет. Вы просто очаровательны и прекрасны. У вас очень красивые волосы, глаза. Давайте наш продолжим знакомство. Давайте. Стандартные слова человек говорит, больше по ходу дела не... О, нет, фантазийский. Он полицейский, да. Здравствуйте, ещё руку бы приложил к голове, было бы вообще шикарно. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. С кем вы? С другом, с Алексеем. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Михаил, 29 лет. Заместитель начальника проектно-технического отдела. Мечтает получить третье высшее образование и стать министром строительства. Признаётся, что работает 7 дней в неделю. По ночам играет в хоккей и занимается боксом. Михаил женился по большой любви, а через год развёлся с женой, не выдержав её постоянных недовольств и истерик. Надеется, что с Еленой всё сложится иначе. Мечта, вы же по любви женились. Да. А почему так быстро разбежались? Ну, сначала всё складывалось очень даже хорошо. Вот я прочитала вашу историю, она меня очень развеселила. По историю по... Про шкаф, да. Ну, это на самом деле, кажется так, что весёлая история, но на самом деле это не весёлая история. Это была последней каплей в нашей семейной жизни. Расскажите. В чём-то я виноват, потому что много работал. Помимо работы ещё и на тренировки надо съездить, ещё... Ну, мало времени ей уделяли, я понимаю. Мало времени уделял. И, в принципе, она давала мне об этом понять и говорила. Вот, какой... Иногда мы, конечно... Ну, иногда мы находили время, вот. Если у него есть ребёнок, он об этом обязательно расскажет. Ну, по крайней мере, это было бы честно с его стороны. И в конечном итоге это были истерики, это... Скажите, что ей не нравилось? Вот, ну, я имею в виду, связанное с книгами-то. Я всё к этому двигаю. Ну, когда я получал второе высшее образование, и я заканчивал институт, и это была как раз дипломная работа, и очень много приходилось и на работе, и читать, и писать. Вот. И места, куда мы переехали, места было мало. Вот. А куда вы переехали? Мы на квартиру, на квартиру. В съёмную. Да, в съёмную квартиру переехали. И я просто решил перевезти... У меня был шкаф, у тёщи был шкаф наш, который мы покупали. И я решил его перевезти. На что она сказала, нет, не надо, и так места мало. Это из серии «Весёлая история». Послушать не хотите ли... Вы всё-таки шкаф-то привезли? Да, я привёз шкаф, и... Хорошо. И книги перестали пылиться и валяться, где попало. И всё у вас было прекрасно. А она? Ну, это, конечно, небольшой был шкаф, это был шкафчик маленький для книг, вот. А она сказала, нет. И после того, как я привёз шкаф... Потому что интерьер, да? Ну, не то, что интерьер. Я не знаю, что это повлияло на шту шкаф, но это было последней каплей. Во-первых, не по её поступили, а слушались. Да. Она после этого собрала вещи и уехала. После этого мы какое-то время жили раздельно, вот. В принципе, я тоже как-то жалел. Но он зануда. Я устал его слушать. Лен. Нет, вот давайте теперь про то, как она к вам возвращалась. Она действительно поняла свою вину, то, что она не права из-за такой мелочи, которая... Ну, да, ссора была из-за такой мелочи. Но она хотела вернуться. Она, в принципе, вернулась, потому что ключи у нас были одни. Вот, я один день пришёл, она была дома. Всё приготовлено, дома чистота, порядок. Дома чистота, порядок. Шкаф стоит на месте. И она с укропом. Светочка укропа. Ну, да, она что-то с укропом. Укроп в суп, всё как положено, вот. И... Но вы-то кремень. Я кремень, конечно. Вы тоже железный. Я железный. Это ж такая причина, шкаф. Шкаф. Это ж не измена. Вот если бы она вам извини и извинила, вы бы просили. А тут шкаф. Вы знаете, уже 10 раз подумали. Короче, ел суп и зубами скрипел. Да, ел суп, зубами скрипел. Нет. Она пыталась примириться, но я почему-то на тот момент уже как-то... В голове у меня сидела мысль, что нам пора разбежаться. Вот. И, в принципе, вот эта мысль, она меня не покидала. Я сказал в этот же день, давай разойдёмся. А поел суп-то? Суп поел, да. Очень вкусно, кстати. Очень вкусно. Молодец. Но потом я об этом, конечно, жалел. О том, что развёлся или что суп поел? Нет. То, что развёлся, суп-то больше не было. Вообще обалдеть. То есть человек рассказывает, по сути... Он развёлся и жалеет. Но он жалеет, что он развёлся и пришёл к другой девушке. Сколько девушке, я не понимаю. В принципе, она была прекрасный человек. Да ладно, жалела. Она сколько потом к вам приходила? Сколько она там... Жалел, жалел. К облучком-то била? Жалел. Ну просто мужское сердце кремень. Ему стыдно было уже отменить своё решение. Жалел. Он не любил её больше. Просто не любил. Нет, сейчас уже много времени прошло и... Не любил. Да, нет. Может... Нет, любил. Если бы любил, простил бы. Это ж такая малость, это такая же глупость. Мелочь решает всё. Целыми днями вы работаете. Причём 7 дней в неделю. Ну не целыми днями. По ночам вы играете в хоккей, боксом занимаетесь. Сейчас будете получать третье образование. Зачем? Нужно по работе. А много денег зарабатываете? Рад чего вы такие жертвы? Мы это, в принципе, куда... Нет, я как бы зарабатываю нормально, просто я же... А нормально это больше 100 тысяч? Ну, это моя уже как бы тайна. Как это ваша тайна? Ваша тайна, аж тайна. Нет, дорогая. А это действительно... Вы начали сражения. Когда Лена будет делать певческую карьеру? Супа не будет? Супа нет. Я слышал, что она домашняя, она очень хорошо готовит. В номере будет готовить? В Нижнем Тагиле? Нет. На керосинке? Ну я думаю, что мы найдём компромиссы. Я, в принципе, против этого. Нет, 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 потом в будущем ничего не бывает. Он же против этого. Здесь и сейчас. Да. Супруга должна сидеть дома, в общем. Нет, она не должна сидеть дома, она должна... Рядом быть. Она должна быть рядом, она должна быть второй половинкой. Если это речь о семье, то она должна быть женой. А вы готовы поступиться какими-то из своих занятий, чтобы какое-то время хотя бы за супругой проводить? Потому что, судя по описанию, у вас не то, что вы с ней мало времени проводили, вы просто полностью занимались своими делами. Нет, я готов пойти на уступки. Это даже не то, что уступки. Вы готовы пойти на уступки? Да. Боже мой, вы из-за шкафа развелись. Шкаф больше домой не принесу, говорят. Нет, я пойду на уступки, даже это не то, что уступки, можно что-то пересмотреть, как-то изменить. То есть вы хотите сказать, что вы повзрослели, да? Да. Ну ясно. Да я бы посмотрела на сюрприз уже, правда? Покажите. Лен, я очень люблю гулять под дождем. И если у нас все хорошо получится, мы будем вместе, то мне бы хотелось время проводить с тобой и гулять под дождем под этим прекрасным зонтиком, который нас объединит. Вот так гуляя, мы будем разговаривать, нам будет хорошо вместе. А потом присядем. И сидя вместе, мы будем проводить время вместе и скрашивать его. За продуктами мы будем ходить только в дождь и под зонтом. И этот зонт будет являться символом нашего объединения. Спасибо вам большое, парни. Проходите в свою комнату. Как вам жених? Жених, зонт оригинальный. Мне кажется, ты ее покорил. Жених почему-то не смотрел практически на Елену. То есть, как бы, меня вот это смутило, то, что мало было заинтересованности. И он не задал все, рассказывал о себе. И не задал Леночке вопроса какого-то, которого вот хотелось там спросить. А ты готова там с чем-то смириться или там наоборот что-то? Я тоже обратила внимание, что он совсем не смотрел на меня, не смотрел мне в глаза. Для меня очень важен зрительный контакт. И я очень ценю в людях то, что развитие в человеке, что он хочет развиваться. Вот я это оценила. Но боюсь, что для меня в его жизни не хватит времени. Есть люди, которые заточены исключительно на карьеру и на собственное развитие. Я очень уважаю. И я очень уважаю их выбор, когда они не обременяют с собой партнера. Поэтому нужно определиться. Либо ты женишься и принимаешь какие-то правила взаимоотношений. Либо ты остаешься один, становишься великим поэтом, математиком, живописцем. И все время посвящаешь себе родному. Одно из двух. А при его графике, при его заточке на эту жизнь, я даже представить себе не могу месяца вместе с вами. Ну что это за причина, правда? Ну люди измены прощают, все что угодно. А тут из-за какой-то мелочи. Но если только это не детская болезнь, хотя 26 лет. Не ваш. Ну это был первый брак. Я же сказал, что я жалею. И скрытный какой-то. Чего тебе жалко сказать было, сколько у тебя денег, что ли? Прямо нужны они мне были. Ну она, видимо, не совсем представляет. Не имеет представления о твоей работе. Дорой идут годы, и я считаю, что Михаил пожалеет. А вот той гонки, мышиной возне, которую из себя зачастую представляет карьера. Можно сколько угодно говорить про амбиции, про выбор, но все равно человек живет собой. Ощущая каждый день, радуясь ему, не в молотилке, спорт, чтение, учеба, работа, а что-то получая для себя из живых эмоций. Может быть, ему нужны эмоции меньше, чем остальным людям, но сегодня он также оставался достаточно закрытым. Я уж не знаю, конечно, зонтик это фаллический символ, а уж двойной зонтик такой двойной фаллический символ, но как-то очень мало было эмоций, чувства теплоты. Смотри, что нашей целомудренной Василисе этот сюрприз. А у меня стихотворение просто фантастическое, которое легло вот на это быстро, оно вот такое коротенькое. Можно? Это как все меняется в этой жизни. Лес окрылен, веером клен, льет с крыш. Ночная скамья и зонтиком я, летучая мышь. Жду не дождусь, чей на дождю след. Много скамей, а милой моей нет. А ты, Виш, фаллический. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас сегодня Елена. Встречайте, старого жениха. Удачи. Привет, Леночка. Как только я тебя увидел, я сразу понял, что ты как яркая звездочка на небосклоне. А знаешь, у каждой звезды должен быть Оскар. И я хочу, чтобы вот этот Оскар согревал тебя, и ты, возможно, стала музой для меня. Спасибо, спасибо. Спасибо. Можно поставить на ручку. Спасибо. Спасибо, проходите. Человек принес кусок железа, тогда уж грелку бы принес, чтобы согревать-то, я не знаю, там, или плюшевый зверя хотя бы. Давайте на вас посмотрим. Дмитрий, 23 года. Менеджер в агентстве праздников и ведущий мероприятий. Мечтает встретить девушку, которая будет им гордиться. Обещает развлекать и во всем поддерживать свою жену. Жалеет, что однажды изменил возлюбленный. Полтора года ухаживал за девушкой, но так и не дождался от нее взаимности. От переживаний похудел на 30 килограммов. Надеется, что Елена не заставит его страдать. Ну, расскажите про девушку, которая заставила вас похудеть. Аж на 30 скило. Аж на 30 скило. Наверное, вот эта вот девушка, я ей на самом деле действительно очень благодарен. Просто она для меня была невозможной... Еще бы бесплатно. Никакой липосакции, никакой химии, никакого хирургического вмешательства. А всего-то просто не кормила. Нет, это как раз-таки та девушка, с которой не было отношений. Я ее добивался, ухаживал, что я только не делал на самом деле. Но вот это вот, как она была недосягаемой для меня, вот она такой и осталась. Даже была история, когда вы жили в одном номере довольно долго, и между вами ничего не было. Да. Не, ну она дружила, он любил, это нормально. Она знала о моих чувствах к ней. Вы говорили. Да, конечно, я привык вести диалог, то есть если ты что-то чувствуешь, нужно об этом сразу сказать, поделиться с этим. Ну, то есть это была такая односторонняя любовь. Да. Дим, давайте вот про эту историю, про девушку из Геленджика. Я работал три месяца в Геленджике. Понравилась девушка, которая работала в отеле администратором ресторана. Ну, завязался некий курортный роман. И получилось, что я начал ухаживать за ней, у нее были отношения там с молодым человеком. А для меня, в принципе, это не преграда, да, когда девушка говорит, что у меня... Кто бы сомневался. ...у меня там отношения, ну и что? Соответственно, если у тебя отношения, зачем ты тогда ведешь со мной милую беседу? Угу. Вот. Ну, закрутилась, завертелась. Закрутилась, завертелась. Она бросила, да, она бросила того молодого человека мне уезжать. Я говорю, что если хочешь, поехали со мной. Ну, что она согласилась, приехала. Она поехала сразу с вами или вы ее ждали? Нет, прошло три недели, прошло три недели, не очень-то долго ждал. О, вы три недели, у вас не рассосалось это чувство? Да. После, ну, знаете, наверное, вот летний шлейф. Нет, а быт, да что вы, только садишься в самолет, приземляешься в Питере, и все, другая жизнь. Конечно, и ты думаешь, о, эту девочку, этот Геленджик. А что, три недели, это любовь? Димона, это любовь. Честно, могут и не три недели. Димона отброцировала его, да. Да, это дело, да. И вот тут вот пошло-поехало. То ощущение. Пошло что? Быть. Давайте так, Дим, чтобы стало всем понятно, чего вы ожидали от ее приезда? Я ожидал вот той легкости, да, которую, назовем это вот в курортном романе, да, какого-то непринужденного общения. А тут осень. А тут осень. Тут холодно. То ли у нее депрессия. Я обычный человек, который в депрессию не впадает. Но то ли у нее депрессия началась, все как-то, все осело. У меня были свои дела, которые были абсолютно безразличны. А для меня, на самом деле... А какие можно перечислить? На тот момент я как раз-таки учился на пятом курсе в университете, да, и играл в КВН, да, то есть репетиции КВН, да, то есть новые... А деньги? На какие вы собирались жить? А, нет, я... Ну, конечно же, я работал. Конечно же, я работал. Не, скажите, пожалуйста, вот когда вы ее вызывали, вы о чем договорились? Что она приедет, будет работать. И она приедет, будет вас сопровождать на этих тусовках. Будут болельщицы на КВН, где вы будете в команде выступать. Вот о чем вы с ней договаривались? Я ей предложил попробовать. Сколько ей было лет? 22. 22 на тот момент ей было. Вот она создает уюту в вашей съемной квартире, готовит вам, ждет вас на теплом диване, греет место. Вы приходите. Чем вы были недовольны-то? Тем, что ей было вот именно, что вот диван, телевизор, все идеально. А куда она должна была пойти? Ни одного человека в Питере не знает. Я ее приглашал везде, чтобы она была со мной. А вы понимаете, что дело... То, чем я занимался, ей было неинтересно. Нет, а дело вообще не в этом. Она вам стала неинтересна. Поэтому вы ей купили билет и отправили ее обратно. А что, даже денег на билет не было? Я хочу сказать всем девчонкам... Курортный роман... Курортный роман... Это курортный роман. Хорошо там, на курорте. Как правило, это ничем не заканчивается. Слава Богу, что она не уехала от вас, беременна и не родила. Вот это вот просто спасение. Или родила? Хорошо, Димочка, я думаю, что вы уже взрослая, вы одумались вам уже целых 23 года. И вы теперь будете нести ответственность за того, кого приглашаете к себе в дом. А квартиру вы достроили? Следующим летом она будет готова. Где? В Санкт-Пьебурге. Да что вы, какой молодец, в 23 года. Хочет пожениться? В 23 года, дружище, ты не нагулялся. Очнись, очнись, ты похудел на 30 килограмм. Сейчас все девчонки будут мешаться. А то вот женишься, и твоя квартира, извините, будет как совместно нажитое имущество. Да ничего в этом страшного нет. Дима, вы услышали, чем Лена занимается, да? Да, и я безумно рад на самом деле, потому что я ее понимаю. Это счастье. Я ее понимаю, потому что... Ребят, вот это счастье. Во-первых, вы ровесники. Во-вторых, вы как-то очень внешне друг с другом сочетаетесь. Пожалуйста, скажите сюрприз. А можно пригласить тебя? Представь, что здесь никого нет просто. Представь, что где-нибудь... Вот они. Тайные знаки любви, статьи о любви. На гитарке. Тайные знаки любви, статьи о любви. Да, ну видишь, он поет, она поет. Видно, что он ей понравился. Вот они одного возраста. Он будет писать ей песни, она будет танцевать под них. Видишь? Не заметил, что проснулся. Эти губ во сне коснулся. Все как наяву, не в сказке. Ведь мечтать нам не опасно. Пусть мелькают светофоры Пробегающим узором Силуэт любви напротив Я не буду одиноким. Тайные знаки любви Вокруг посмотри Меня ты найди Тайные мысли стирать Всю правду сказать Зачем написать Тайные знаки любви Вокруг посмотри Меня ты найди Я не устану писать Любовь потерять Нельзя потерять А давайте немножко подвигаемся У вас только Спасибо Спасибо, спасибо Парни, вы отправляйтесь в свою комнату АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вообще, а, жесть Круто Ну что, Вячеслав Возьмите по свое крыло Димона Нет Почему? Дуэт был такой Собрай, видели С прекрасной Еленой Нет, ну Надо за что-то зацепиться Да Ну так вот По первому впечатлению Такого много Вот И А такого Без бюджетов Еще больше А таких как Елена? Мало Ну вы знаете Я тоже не оглохла И с ума не сошла Извините честно От вокала Елены Главное делать это от души И в любом случае У каждого есть свой слушатель И кто-то будет сопереживать Кто-то будет отрицать Прекрасный парень Помолвьте, дурачок Влюбился Привез в Питер Не обидел ничего Вы вдвоем Можете Без Вячеслава Без родителей Начать какую-то совершенно новую жизнь Нравится вам творчество Вы так занимайтесь Ради Бога Я вам заинтересовала Жизнь на это не тратьте Заинтересовала? Тогда слава Богу Он очень драйвовый Веселый Такой заводной Тогда хорошо Ты ей понравился И это видно по ней Потому что Ее взгляд Волнительно Она смотрела на тебя И это было что-то с чем-то А мне кажется Если 23 Уже квартиру А что будет к 30 А на вопрос Если это будет совместное Нажитое имущество Придется Дети Он говорит Ну и что? Прямо я бы сказала Ну нельзя так разбрасываться А он не жадный А звезды что про парня нашли? И все-таки Он из женщин Ищет себе мамочку Пускай она внешне Должна быть легкой Но сам тип женщины Должен быть очень ухаживающим Весьма опекающим Но она не хотела быть мама Я считаю Что это будет тогда повторением опыта Учитывайте пожалуйста Что мужчины-стрельцы Как кони Быстро скачут Но увы Могут и затоптать Тех кто встречается на опыте Совсем скоро невесте Пристоит третье свидание Пусть реклама смотрина продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай пожениться Я предлагаю Елене Встретиться с третьим женихом Проходите Привет Я рад с тобой познакомиться Эти цветы для тебя Спасибо Привет Спасибо Кого-то он мне напоминает Кого? Кого? Здравствуйте Здравствуйте Андрей С кем вы? Это мои друзья Евгения и Елена Очень приятно Ну чтобы узнать вас получше Давайте посмотрим на экран Андрей 28 лет Ведущий специалист В железнодорожной компании Мечтает о семье А также о финансовой независимости Предупреждает Что плохо угадывает Желание женщин Ему лучше говорить Все напрямую Андрей расстался С возлюбленной Потому что Таня поддержала его В сложной ситуации Надеется Что Елена Окажется его Второй половинкой Андрей То что вы не можете угадать Желание женщины Вы не просто единственный Человек на земле Все мужчины Ну я не об этом говорю Я говорю об отношениях Мы хотим одного Вы нам дарите совершенно другое Мы вас ждем Определенных отношений От вас Вы нам даете Поэтому ничего страшного Потом 28 лет Боже мой Это вообще не возраст Я же научилась Говорить конкретные Свои желания Научились? Научились Замечательно Мне будет намного легче Видимо А какие семейные ценности В вашем представлении Вообще что такое семья? Семья это надежность Во-первых В своем Человек который рядом с тобой Это чувство Это любовь Это верность Это искренность Ответственность За отношения Что ты готов сделать Для любимой женщины? Если женщина Не скажет Что что-то сделать Я сделал Он же в самом начале Сказал что ему нужно Тогда спасибо Мне надо чувствовать Важность того Что я для нее делаю А ты сам умеешь проявлять? Для инициативу? Да Ну смотря в чем Там подарки Могу делать Могу удивлять Могу Берете женщину А ее счастливо делает шуба Это ужасно По-моему Роза Это ваш формат А как шуба А как шуба Либо ей действительно Такой нужен суровый Знаешь Я с мужчиной Вот с таким вот Я мечтаю о семье О доме О детях И об успехе А ребеночек Вот когда Вот прямо Когда я это почувствую И моя избранница Тоже это почувствует То есть это Не имеет отношения Абсолютно нет К плану Через год Через два Сколько тебе хочешь На самом деле Не задумывался Но это зависит От возможности Опять же Если я буду чувствовать То что я могу Двух-трех И это не исключено А вот скажите А вот мечта О финансовой независимости Она как-то напрямую связана Вот с деторождением Со свадьбой Ну мне нужна готовность Да финансов Для таких поступков Это все знаешь Говорил бы он Это не так сурово На что не жалко денег? На какие-то капитальные вложения Не жалко денег Например? Ну дом, квартира Автомобиль Там Дочный участок Ну шуба Копить деньги По погоде То есть если будет Очень суровые условия Погодные То наверное Все-таки придется Но я достаточно практичен В этом смысле А если например Вы встречаетесь Там с Еленой Или живете И она говорит Любимый Я так хочу съездить на море Вот мечтала давно Там в Таиланд Или там на Сейфере А, вчера Вот очень хочется Слетать Как вот это К этому В финансовом плане Вы отнесетесь? Я надеюсь Что это не будет Для меня мечтой Там слетать Отдохнуть Я надеюсь Мы будем регулярно Это делать И наслаждаться отдыхом То есть она не заскучает От того, что она давно не была Давно не была На отдыхе Да, потому что Перед вами Правда не сидит Гопсек Который с ума сошел И вот только все деньги Откладывает для того Чтобы квартиру построить Понимаешь Понимаешь Ну нет Ну конечно По Андрею видно Что он не замучен Работой Что он не замучен Вообще жизнью Ну мне кажется Он жмот Она намекнула Шубу Да Хотел сказать Что жидноватый Он так видимо парень А как отдыхаете? В свободное время Как провожу Опять же Встречаюсь с друзьями Люблю пешие прогулки Велосипеде На велосипеде Покататься Хочу Ну еще спортом занимаюсь Играю в большой теннис Хочу еще посвятить Немного себя спорту Есть там одна у меня Задумка Значит дурных привычек нет Не пьете, не курите Но рестораны мы любим Да? Конечно А вам в ресторане Что важнее? Атмосфера Или кухня? Друг мне важнее Рядом Друг рядом Здорово А для меня важнее Вот всего сейчас Посмотреть на сюрприз Который вы приготовили Аплодисменты Вот тебе я немного расскажу Это набор для пикника Я надеюсь, ты выберешь меня И мы вместе отлично Проведем время на природе Спасибо Спасибо большое Спасибо Елена и Евгений Проходите вместе С своим другом Андреем В свою комнату Спасибо Молодец Классно Вообще супер Мега круто Мне очень понравилось Я рад, что вам понравилось Просто лидер Ну что скажете, друзья мои Вячеслав и Алла С стержнем таким С характером Волевой Что, я не знаю Хорошо ли это для семьи Не будет ли повторения Того первого брака Который у нее уже был Будет Лена Интересный У вас глаз горел Я думала, вы сейчас встанете Прыгнете Выпрыгнете Из-за стола Просто перенетите к нему И сядете ему на плечо Это ваш тип мужчины И вас не переделаешь ничего Слушай, ну ты вообще лучше был На самом деле Да К моему великому сожалению Вы будете наступать на одни и те же грабли До тех пор, пока они вас не убьют Что-то меняйте в себе Это не ваш мужчина Это очевидно Он действительно сильный Он действительно другой Вы не то, что рядом с ним Не поете на гастроли Вы же сами понимаете И это будет не его просьба Это не будет его приказ Это будет ваше веление сердца Потому что вы влюбитесь Потеряете голову И будете ему служить веру и правду Если вы будете напивать когда-то Только когда будете ему начищать ботинки В очередной раз Или готовить борщ Вам этого самой захочется Это ваш сексуальный тип Когда мы видим мужчину Которую нам нравится Мы забываем обо всем Мы превращаемся В прислужниц В рабы И получаем от этого удовольствие Так что, дорогая моя Либо-либо Я тоже считаю Что если вы пришли За финансово успешным мужчиной То, конечно, это не к Андрею Вот мне нравится Как в старину Человек понимает Что я могу вот это Вот это и вот это А вот это вот Подожди Это хорошее качество Но это не ваш случай Вам нужно сразу Здесь и сейчас Но пока молодая Пока еще по рынку можно ходить Андрею нужна Мне кажется Яркая Вольная Не такая тихая Без вот этого рабства Но в хорошем смысле В душе Женщина, которая будет рядом с ним Не та, что ей слово А на 10 в ответ Но та, которая не просто Держать будет удар Рядом с которой Ему самому захочется Робеть Ему самому должно Захотеться Понимаете? Вот так вот Лапу положить А вы будете все время Такой печушкой Рядом с ним Нет, ну скажи Нет, ну она достаточно Сильная, мне кажется Девушка Ему будут нравиться Женщины, которые Не всегда будут любить его И отвечать ему взаимностью И наоборот Он всегда будет нравиться Тем, кто будет до него Либо не дотягиваться Либо не иметь возможности Дотянуться В общем, это такая Жизнь в страстях Ну, наверное, в 28 лет Это может только радовать Да, он веселись понравился Остальное уже не важно Горячая у нас сегодня программа Горячие женихи Но нужно выбрать одного Я, как холодный продюсер Могу посоветовать Лене, Диму По крайней мере, это они ровесники Им есть Будет о чем поговорить Они оба музыканты Вот, по крайней мере, они Взаимопонимание будет У него Чуйка, чуйка Понравилось Творчество Андрей Принципиальный Хочет семью И хочет совместно И отдыхать И работать И жить Не распыляется Очень понравилось Елена Все Три претендента Очень достойные Но я сделала свой выбор Роза Ну, как я тут Михаила не критиковала Все-таки Перспектив у него больше Тем более Вы молодость Как-то единственный недостаток Который быстро проходит Надо сейчас его быстренько Все это пристраивать Поэтому я за Мишу Потом научу Как сделать так Чтобы он Столько не работал Ну и Время проводил В другом месте Миша А ей понравится На хоккей по ночам ездить Он как У нас у ребят Девушки ездят тоже вместе Я не знаю Ни одной актрисы Не знаю Ни одной певицы Гениальной Талантливой У которой не было бы Разбитое сердце Сердце и душа Это ваш инструмент Понимаете Чем больше у вас будет Расшатана нервная система Чем больше Осколков будет В вашем сердце Чем больше слез и страданий Вы в этой жизни Получите Тем больше будет Ваш диапазон Вам будет о чем петь Вы не будете такой Снегурочкой Такой принцессой С одной эмоцией Я улыбаюсь Я прекрасная Я поняла Вот так платье Красивое Цветочек А сердце вам Может разбить Из трех мужчин Только один Андрей Если она выйдет меня Я конечно выйду Потому что у нас там Еще много планов На ближайшие Выходные Вечер Пусть он вам Его разобьет Вы должны купаться В своих страданиях Вы должны этим Наслаждаться И тогда вы Повзрослете И тогда вы И тогда у вас Появится То с чем вы можете Выйти к зрителям Поэтому Андрей Сегодня Не ваш звездный день Потому что Сегодня нет Мужчин Которых я могла бы Рекомендовать вам С гороскопической точки зрения Но если девушка Говорит Я хочу быть партнером Мужчине Вы сказали об этом С самого начала То она потом Не должна задавать вопрос Готов ли ты взять За меня ответственность И вы должны Повзрослеть И разобраться в себе И я считаю Что взрослеть вам надо С таким же Пока еще не очень серьезным И ждущим Женской опеки Дмитрием А как шансы свои Оцениваешь Как ты думаешь Ты же знаешь Меня всегда Оцениваю По достоинству Слушайте себя Проходите Мы вас поддержим Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте смс их номером По телефону 4151 Елена 23 года Номер 2818 Экономист Гордится тем Что постоянно Меняется в лучшую сторону Предупреждает Не любит курящих мужчин Обещает быть хорошей Хозяйкой И верной опорой Для мужа Мечтает встретить Высокого Амбициозного парня С которым Сможет создать Крепкую семью Александр 30 лет Номер 2819 Руководитель Крупной компании Поставщика Компьютерной техники Увлекается фотографией Любит отечественное кино Не представляет Свою жизнь без моря Часто погружается С аквалангом Для полного счастья Ему не хватает Рядом с собой девушки До 25 лет Безвредных привычек Мы не знаем Выйдет Елена Одна или с избранником Я приглашаю всех Выйдти и поддержать ее Андрей Я безумно Хотела с тобой еще пообщаться Я думаю Будет приятно Сегодня у нас есть пара Елена и Андрей Если вы тоже хотите Обрести свое счастье Заполняйте анкеты На сайте Первого канала Если вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы И вы хотите с ним Познакомиться Отправляйте смс-менингерой На номер 4151 Я, Лариса Бузеева Желаю, чтобы Любимый человек Обязательно сказал вам Давай, пожелимся Удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому